александр григорьевич александр григорьевич вы где его нет то спрашивает это ир билок ирочка ты что а я думал тихановская пришла александр григорьевич ну как так но вы же обещали что это будет секретный концерт ирочка так и есть так есть только ваши сми уже всем растрындели а вот сволочь вот гады меня уже в украину уже не пускают понимаете меня мои концерты пикетировать будут знакомая история я разберусь со своими делами разберусь твоими ну как так ну все уже репостнули мое фото а ты скажи что это фотошоп а желтая пресса подхватила так они это фото взяли с вашей официальной страничке да он не сдержался ну пока не в теперь нельзя тебе хорошо тебе только в украину нельзя мне никуда нельзя а ты оставайся у нас я тебе солистом песняров сделаю усы отрастить сможешь они тогда не сделаю ну так подождите а как мои концерты с концертами полный порядок у тебя бе начинается глобальный мировой тур значит приднестровье абхазия значит никарагуа северная корея что гонорары как в белоруссии точнее в северной корее тебе еще полковника дадут и огромный орден закруткой на спине так что готов дырочку для ордена подождите а хочешь у трампа будешь петь подождите но но президент же байден президент байден а ты будешь у трампа петь или у меня на инаугурации такая так она же уже была последняя думаешь что а хочешь у кремле будешь выступать в кремле хотя до у кремле им нет ошибка выступать могу в ростов позвонить слушайте мне этого всего не нужно просто сделайте так чтобы удалили мою фотографию из интернета и ручка этаж белоруссия не легче чтобы вообще во всей стране интернет и ну так а что мне делать хочешь набила с устрою концерт я у цех водилой слушать и хоккей играть умеешь вот жалко в этой маске на воротах вообще мне узнаваемо знаете вообще-то это мне всего не нужно я вообще-то артистка точно ты же артистка а хочешь славянский базар вести будешь всегда потому что я всегда президентом буду а что так можно конечно можно я за базар отвечаю посмотри на меня все-таки попробую нет так ты больше на павлозе броу а давай скажем что это фотографию год назад сделали а лучше десять лет у нас же в белоруссии вообще ничего не меняется это у вас может не меняется а я десять лет назад другая была моложе выглядела старше ладно сейчас порешаем алё коленька да папа сынок ты поел да спасибо хорошо сыночка загугли мне пожалуйста контакты они лорак лободы и маруф мы их на 8 марта возьмем как по точно значит сынок папа сейчас в стране на 15 минут интернет включит успеет а папа молодец вот и порешали смысле ласточка моя после 8 марта про тебе вообще никто не вспомнит да я хочу чтобы не основы показывали по телевизору ладно для коленьки берег тебе отдам будешь рекламным лицом белорусской молочки вы издеваетесь а что там лицо не нужно это ж молочка я думала вы мне помочь хотите а хочешь я тебе на вертолете прокачу я концерты хочу одно другому не мешает видала как я вертолете с автоматом концерт весь мир видел знаете я придумала я скажу что вы меня заставили выступать под дулом автомата классная идея а я тогда схожу что меня не попросили остаться президентом омонов александр григорьевич а можно вам задать нескромный вопрос что до коли вы еще будете президентом ирочка не до коли а до коли коленьки сыночка моего вот он подрастет и мы с ним на срачок поменяемся и потом снова вот и настал тот день когда я ухожу я ухожу и своим преемником назначаю владимира путина что как нельзя а лукашенко фак почему им все можно а мне нельзя честно говоря я не собирался уходить и окончательное решение принял только сегодня я действительно ухожу ухожу хочется обратиться к тем кто голосовал за байдена я уважаю ваш выбор уважаю но не понимаю не понимаю как можно было голосовать за нового старого маразматика при живом старом ухозяя из белого дома я оставил поздравительную записку для джо чтобы он ее точно прочитал я нацарапал ее гвоздем на столе там всего несколько слов америка великая страна старый осел джо обиделся не знаю зря ведь осел это символ демократов меня удалили из фейсбука это не честно теперь у меня очень большие проблемы мне фейсбук не напомнил когда день рождения в милане зато каждый день присылал ролики как мы долго дружим с путиным а еще мои посты блокировал twitter и instagram поэтому теперь следите за мной в одноклассниках как бы там ни было но я остаюсь единственным в истории президентом сша единственный президентом которому объявили два импичмента но бог любит тройцу поэтому я обещаю что вернусь в две тысячи двадцать четвертом году из фильма один дома удалили сцену где я указываю что делать маленькому мальчику из чикаго мальчику осталось удалить телефонный разговор где я указываю что делать мальчику из кривого рога многие спрашивают останусь ли я в большой политике да мне уже поступили предложения возглавить некоторые партии меня приглашали в единую россию ЛДПР ОПЗЖ и в радикальную партию Олега Лешка пользуясь случаем я хочу обратиться к Олегу Олег кто ты перестань мне звонить и присылать свои фотки кроме того у меня есть прекрасный кандидат в партию Батькившина еще буквально несколько минут и я покину этот пост напоследок расскажу вам анекдот до сегодняшнего дня в белом доме жила первая леди а теперь тут будет жить первая бабу леди это Миланя придумала простите важный звонок из Пентагона Алло, да, конечно, да, сказать, что это мой дом в Геленджике. Конечно, могу, мне теперь пофигу. А что такое Геленджик? Окей. Ну что ж, все дела сделаны, мне осталось только попрощаться. Америка не дала второй мне шанс. Thanks, Black Lives Matter. Прощай, White House. Мы уйдем красиво, как Бонни и Клайд. Я взял Капитолий, но потерял США. Прощайте, фанаты. Россия, goodbye. Hello, Joe Biden, welcome, Китай. Я строил стену, капал Deep State. И все это ради. Make America great. Goodbye, my table. Goodbye, my tie. Goodbye, my pencil. Mike Pence. Goodbye, Obama. Goodbye, my friend. Хоть ты темный, но по сравнению с Байденом ты светлый человек. Goodbye, Red Button. Goodbye, весь мир. Я же не полный идиот. Это... Сувенир. Goodbye, Joe Biden. Goodbye, Den Ptjot. Спасибо. 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 Ну вот где можно столько ходить? Я же привел, поставил, сказал... Яка люстра! Я представляю, скільки вони тут платят за електроэнергию. Это самая богатая семья в мире. И что это такое? Что, заляпалась здесь? Что это за платье? Единоплатье, в яке я влизла після диеты. Что, знов щось не подобається, так? Ось, дивіться, мучінка стоїть, йому все подобається. У него работа такая. За всю жизнь я один раз видел, что у нього бровь дёрнулась. И это было только что. Слышно, шампанівала? Мерсі. Это аперитив. Пока ждём королеву, чтобы расслабиться. Ну, можно и расслабиться. Не настолько расслабиться. Ой, ну шо вы такие скучные, господи. Я оце, коли работала в Занзибаре, послом коли була. О, там було весело. Там у них пісні, такі танці смішні. І ба-ла-ба-буту бедріцита, бэ-ла-бедріцита. Что вы делаете? Здесь нельзя танцевать. Все нельзя. Танцювати нельзя. С Таварського мосту плювати нельзя. Темсу пісять нельзя. Все нельзя. І кричать тут тоже нельзя. Ой, які ви тут всі скучні. Ой. Ой, градус понижаю. А довго це чекати ще? Когда королева соблаговолит выйти, тогда все начнется. Ти диви, яка фифа. Я просто записалася в музей Гарри Поттера на вечер. Хотела сходить. Я туфі з ниму, потому що я вже не буду. Ой, ти не зрозумієш, що це таке. Целий день по Лондону ходила. Ой, клас. Дядь і джентльмін, Плізь стенд фору Хар Маджісті, Де Квін Ов Грейт Бриттіна І Норрін Айланд. Що це сказав він? Сейчас выйдет королева. Королева? Ой, треба ж одягнутися. Ой. Бабуля, проходьте, проходьте, зараз королева вийде. Зума. Що ви делаете? Ви що не... Бабуля, Алло, Алло. Орієнтируємся в пространстві. Зість очередь. Я перша в очереди. Достаньте. Це, звісно, не мое діло. А ви в цьому наряді прийшли з королевою побачитися? У такому вбраниннутики вжекчевся без. Це королева Великобританиї. Самая влиятельная жінчина мира. Це королева-мать. Не показуйте пальцем. Мать! Три раза ж... Традиція. Ху-е-е-е-е-е-е? А шо, можна матюкаться? А, кскюзме, Вон за... А, андес тут? Королева спрашиває, що у вас на голові? Де? Ой, я вже й забула. Це мені Катя-усача подогнала. Не знаєте, хто це така? Це королева-шапочок. Начинаєте з Грабного. Ага. Слухай, мать. Йо Меджести. Слухай, мать, Йо Меджести. Ой, я так волнуюся. Давай сначала треснем шампузька. Давай. No, no, thank you. Да давай его не на шару тут. No, no, thank you. Ти шо, мене не уважаєш? Ой, ладно, а я бахну. Вручайте. Ой, пузырьки. Так, ага, да-да-да-да, готово. Вручайте документи. Ось, ось уже вручаю якісь документи. Реверанс. А, да. Ніже. 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 Нище не можу, в мене платье репне. Пліз. Поклон і ухооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо там зайди иду там можно пожалуйста подождите да я сфоткаю еще один разочек сюда идем а вот и все все не понимаете это международный скандал да який скандал блин вон она моргнула еще разочек you cannot photo the queen теперь ты в лес нашу мне такая фотка ну так все все мы уходим я покажу вам где бесплатное шампанское идемте где-то сфаны вон и фронт откуда это веселая женщина from ukraine ma'am из украины we should definitely visit this country надо обязательно съездить в эту страну сэйси вишмен кнопку не назвала прикиньте а а прошу а вот тут черга я постели клиент майже оптовик Извините, пожалуйста. Я здесь с утра. Сядьте в очередь. Вы кто? Литва? Да. Ну, добрый. Чего? Чего разгрались-то? Ой, звиняйте. О-о-о-о! Прошу, но я пришел раньше вас. Так, ты кто? Польша. Слушай, Польша, я зараз сделаю один звоночек, и будете вы свою клубнику сами собирать. Вот и все. Я извиняюсь, вы брать или возвращать? Возвращать? А что, в эту организацию кто-то возвращает? Вот ты, когда корову подожишь, ты что, ей молоко обратно даешь? Вот и представь соби, что МВФ, то наша корова, и мы едуем. Скажите, а чемоданчик у вас не за великий? Да нет, я думал, что наоборот, маленький. Тому взял немножко пакетов. Дай Бог, все влезет. Извините, а какую сумму вы хотите брать? 450 миллионов евро. Прошу, прошу, почему не 500 так удобнее? 500 погано делится на 450 человек. Мы же там все кумы. Вы же не хотите, чтобы мы посварились, правильно? Слушайте, а тут все, с Кипра никого не было? Потому что я сразу в офшор вывел, чтобы два раза не бегать. Не? Ну ладно, ладно, потом. То есть вы так открыто признаете, что у вас в стране есть коррупция? Какая коррупция? Когда кум куму даёт деньги, то семейные отношения. Так, батюшка Никодим. Так, так, добрався вашими молитвами. Так, что, что? Поставили свечку за меня? Дякую. Что, что? Дякую, под храм не припаркуешь? Ха, смешно, смешно. А что конкретно вы хотите? Бентли Сильвер Спур. Ничего себе. С иконками в торпеде? А какие иконки? Цифровые или аналоговые? Анимированные? Вы даёте в ногу со временем? Все будет, все будет, давайте. Ничего себе. Прошу, прошу, а вы на какие цели, на что берете кредит? Ну, да, в основном на борьбу с коррупцией. И что, постоянно дают? Прикинь. Вона все росте и росте, а они все дают и дают. И замкнутий круг. А какие у вас умовы по кредиту? Ну, там треба пенсийный век подняти, цены на газ подняти и провести гей-парад. И вы все выполнили? Ну, кроме одного, я хочу спросить, чи можно цены на газ не поднимать, а провести два гей-паради. Потому что газа у нас мало, а участников параду хватает. Ничего себе, Германия, у вас что, тоже кризис? Найн, я нихт не понимать. Мы никаких кредитов не берем, а долг все растет и растет. Такое ощущение, что его вместо нас кто-то берет. Ничего, ничего, мы разберемся, швайне. Не разберутся. Там схема такая запутана, что я теряюсь. Так, шановный Украфтодор, слушайте внимательно. МВФ не резиновый. Даже у них не хватит денег, чтобы вам вот эти все забаганки ваши покрыть. Так, все. Вы как прерва. Блин, достали. У вас такое же самое? Ни. Мы беремо гроши, инвестуемо и через рик повертаемо. О, а мы беремо гроши, а потом через рик ще беремо гроши. Калисперал. Э, 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 куды преш тут черга, алло? Это Греция, они здесь почти живут. Че себе. Я вообще, если честно, не понимаю, зачем вам брать кредиты? У вас богатая страна. Вы можете обивать газ, продавать его в Европу и получать за эти деньги. Вот ты сам себе чуешь? Вот на что этот геморрой? Ритыся в земли, в багнюці, щось добивати, потом продавати. На что это все, чтобы можно просто приехать и взять на лечман? Ну, если вы только берете, как вы собираетесь возвращать? А я не собираюсь возвращать. Хай возвращают те, кто выборы выиграют. У нас так. Прошу, а че правда, что наступным президентом Украины может стати комик? Та нет, это прикол. У Ляшка немае шансов. Ух, рассчитался. Витаю. Поздравляю. Энхаристо, займите мне очередь, я скоро вернусь. Вот да и он. Слушай, а я вот это хотел спросить. У вас сколько до бюджета доходит? 100%? Как иначе? Пффф, тоди який понт сюда приезжать? Вообще не розумею. Зачекайте, у вас что, гроши не доходят до населення? Да за что тому населенню гроши платить? Сидят біля телеку на диване, релаксуют. А я тут парюсь у тесном костюме. У 7-й годыни ранку. К суботу. Ничего себе. А вы не думаете, что люди могут взбунтоваться и выйти на улицу? У нас все продумано. Якщо вони почнут бунт, мы им сразу горячую воду оп и додамо. Разумеешь? Ніхто з вами вылазить не буде. Комиссия МВФ. Да что комиссия? Что комиссия? Ну как, они к вам приедут и будут несколько дней проверять, куда вы потратили деньги. Я взагалі не розумею, на что несколько дней. Якщо выстачить и 15-ти хвилин. З Борисполя сразу едешь на кончу заспу, дивишься на будиночки и розумеешь, где ци грошики осіли. И все. Но если комиссия все-таки найдет утечку средств... Ну тогда мы будем действовать радикально. Мы этих МВФСов, всех в эту базу миротворец. Ніхто к нам не въедет, я тебе точно скажу. О, а ты куда? Ты кто такой вообще? Я Лихтенштейн. Лихтенштейн? Слушай, тут у нас черга. Мне ровно на 8 назначено. Слушай, Лихтенштейн, а сколько там тебе треба? Ну, для развития страны примерно 10 тысяч евро. 10 тысяч евро? Слушай, давай я тебе сам дам 10 тысяч, а ты меня пропустишь. Давай? Давай. Сейчас. О, блин, кошелек забыл. Польша, дай десятку. Все прошу? Да дай десятку, я тебе колись не віддавал. Ніколи. Ось я зараз не віддам. Давай, давай, давай. Ну, домовились? Домовились. Окей, все, я пішов. Куда ви так спешите? Так ну, куди? У нас же там банкет по поводу получения транша. Хочу встигнути. Без вас не почнуть. Уже третий день бухають. А мені ще стол оплачевать. Так. А, блин, забув. Тож я там. Зараз. Так. О, так. Нормально. О, так. О, так. О, так. О, так. Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Трохи не попалився. Потримає годинник. І Ліхтенштейну його не показує, бо це два бюджета Ліхтенштейна. О, так. О, так. У мене таке ощущение, що кто-то із МВФ крестил його ребенком. Або вони каханці. Угу. Вон! Вон! Пошли отсюда! Вон! До тих пор, пока не поборете корупцію суда, ні ногой! Вибачте. Нічого. Прорвемось. Все буде добре, хлопці. Ну я же сказала, утепленный, дома красить в лиловый цвет. А вы в какой покрасили? Фуксия! Вы что, не видите никакой разницы? Я не понимаю. Да, перекрасить все. Да, весь район. Все, у меня вторая линия. Алло, слушаю. Нет, это не Егор Григорьевич. Что? Такой же приятный голос. Спасибо. Нет, Егор нет. Нет, Он не в отпуске. Не в Испании. Он под следствием. Кто я? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Сколько я еще буду? Ну, сегодня до семи. А, вообще? Ну ты же как суд решит? О, Егор Григорьевич! Вы вернулись? Вернулись. Фу. Ну и месяцок. Прокуратура, суды, СИЗО еле отмазался. Фу. Дай водички. Вы так похудели. Вы знаете, вам СИЗО пошло на пользу. Может, вы там два раза в неделю туда будете ездить? Кипун тебе на язык. Думай, что говоришь. Ой, я прямо оттуда сюда. А ты что вообще делаешь у меня в кабинете? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Ты что ли? Я же тебя взял третьим замом в отдел культуры. Сама знаешь за что. Какой из тебя губернатор? Губернатор, где мои замы? А их арестовали после вас. А замы замов? Кто на больничном, кто на бали. Заеб... А тебя чего не арестовали? А на мне ничего не было. Что значит ничего не было? А 140 гектар? А два завода? А турбаза? А? Во время ареста на мне ничего не было. Ну как и в тот день, когда я устраивалась к вам на работу. Тогда понятно. Где начальник аппарата? А, в дурке. Что это? Косит под дурачка? Не, реально с ума сошел? Ну это же после того, как он узнал, что я стала губернатором. А не он. Ничего себе. Ладно. Разберемся. Потом. Таня, зайди. Это кто? Это наш новый секретарь Антон. Подожди, а где Таня? А я ее уволила. За что? А было за что. Приперлась на работу в таком же платье, как у меня. Понятно. Антон, принеси мне кофе. У нас нет обычного кофе. У нас есть латте, капучино, мокко. Есть просека. У нас нет слова нет. У нас есть слово. Бегом принес мне водки! Ё-моё. Сейчас мы разберемся. Ну-ка, сдрысни. Отседова. А, кстати, что за плакаты по всему городу расклеены? Что-то к нам приезжает какая-то шняга. Леди Гага. Это певица такая. Нахрена она вообще здесь нужна? Э! Ты кто такой? Егор Григорьевич, здрасте. Забор покрасьте. Ты что здесь делаешь? Шо, шо, педикюру Яне Викторовне. Тебе красит ногти директор Благоустрию? А что он должен красить? Да, шо угодно. Но только на улице. Не, на улице Яне Викторовне холодно. Так, ну-ка иди давай, и крась бордюры. Бордюры лаком, это ж так долго. Иди, я сказал. Так, Яна, ну-ка рассказывай, чем ты тут еще занималась, пока меня не было. Ой, вы знаете, столько всего произошло, вы прям область не узнаете. Вот этого я и боюсь. Теперь вся официальная переписка в Телеграм. В Телеграм? Угу. А где акты выполненных работ? Ну, где-где? Яна. В Инстаграме. Подчиненные выкладывают фотографии проделанной работы. Если мне нравится, я ставлю лайк. Я в шоке. Ты бы еще ей декларацию в Инстаграм выложила. Я так и сделала. А вот Паша больше всего лайков набрала. Что? Чаще всего вас лайкали на БУ. А из БУ даже перепост сделали. Черт, подери. Я чувствую, меня тут после тебя так отлайкают. Подожди, какое сегодня число? Восьмое. Черт, сегодня же приезжает премьер-министр. А, ничего не приезжает. Я его визит перенесла. Что значит перенесла? Ну, у меня сегодня маникюр и укладка. Да ты понимаешь, какой график у премьер-министра? А вы понимаете, какой график у Кати? Книги на полгода вперед записываются. Ты понимаешь, что это премьер-министр всей страны? Я вас умоляю, они каждые три года меняются. Тем более, жену премьер-министра я тоже записала. Катя, мы там все все обсудим. Так, ладно. Так, надо думать схему. Набери мне начальника полиции. Восьмое. Алло. Алло. Кто это? Ну, кто, кто? Начальник полиции. Кто это? Кума. Что? Ну, я думала, это традиция такая. Каждый новый губернатор ставит начальником полиции своего кума. У меня кума, нет, я куму поставила. Слышишь ты, кума? Ты как вообще собираешься бойцам управлять и командовать? А у нас нет бойцов. У нас в отделении одни бойцыцы. Какие еще бойцыцы? Ну, женские экипажи. Прислать? Не надо. Так, что вы тут... Яна Викторовна, эти счета в бухгалтерию или лично вам? Дай сюда! Что за счета? Так, сто дубинок, сто костюмов из латекса. Это что такое? Новая униформа МВД. Постачальник ОАО секс-шоп? Девочки сами выбирали? Ты дура, что ли? А что вы на меня кричите? Между прочим, сегодня 8 марта. Да его вообще отменить должны. А теперь не отменим. Теперь это официальный праздник нашей области. У нас будет карнавал. Какой еще карнавал? Ну как же? Бойцыцы с дубинками в кожаных костюмчиках. Ну я же не для себя стараюсь. Так, черт с ними, с этими бойцицами. Скажи мне, ты с мэром встречалась? Да, козел редкостный. Меня не интересует твое отношение к мэру. Меня интересует, ты с ним встречалась? Да, я с ним встречалась две недели. А что так долго? Я думала, это любовь. А он женат оказался. Я тебя просил встретиться с ним и узнать, он со мной в контрах или он как бы за меня. А как он относится? Егор Григорьевич, кормились родной ты нас. Вот и ответ. Константинович, как вы тут? Что тут? Она мясокомбинат закрыла. Да ты что? Да как ты могла закрыть градообразующее предприятие на тысячи рабочих мест? Теперь у нас веганская область. Веганская область? Так, ладно, разберемся. Что-то еще? А еще, еще она, она, она заправку. Да ладно. Так, все, я разберусь, я разберусь. Спасибо за маяк. Ну-ка, расскажи мне поподробней, что с участком под заправку. Решили фонтан построить. Кто решил? Люди. Какие еще люди? Наши подписчики в Фейсбуке. С каких это пор люди вообще решают, что строить в их городе? Ты понимаешь, какие люди будут строить эту заправку, если они сюда придут? А, они приходили. И что? Дали кучу денег и попросили решить вопрос. А ты? Решила. Как? Построили фонтан. Подери. О, Господи. Подожди, ты сказал сегодня восьмое число? Восьмое марта. Значит так, сейчас вообще внимательно. Каждый месяц в этот день приходит человек. Приносит сумку. Игорь приходил. Ну, приносил сумку. Где она? Вот, пожалуйста. Где деньги? К нам едет Митя Гага. За три миллиона долларов? Нет, конечно. За два девятьсот. И поэтому у нас будет выступать еще Монатик, Винник и на сдачу дали Полякову. Нахрена? Я тоже думаю, зачем Полякову? Нахрена. Нахрена вообще это все? А, так у меня скоро эти дни. Эти дни? Это теперь у нас тоже официальный праздник? Нет, у меня эти дни, эти. А, дни культуры. Да какая в задницу культура в нашей области? Да я не понимаю, да как же так? Егор Григорьевич, ну вот выпейте и успокойтесь. Аквариум. Здесь стоял аквариум. Где он? Каюсь. Рыбки были голодные, я их покормила бутербродом с икрой, и они сдохли. То ли хлеб был не свежий, то ли икра. Да чёрт с ними, с твоими рыбками! Там, там, там... Ах, вот. Господи, я уже думал всё. Ой, молодец. Подожди, это что? Это не бриллианты? Да нет, конечно, это бижутерия. Мне за этот аквариум всего лишь сто долларов дали. Двадцать карат. Двадцать карат было в аквариуме. Да не было там никаких двадцать карат. Там было пять сомиков, шесть гуппи и восемь мяченосцев. Ого, господи. Ого. Егор Григорьевич, если что, то у вас волос нет. Если бы они были, они бы были седыми. Ё-моё. Егор Григорьевич, я же вам не сказала самую классную новость. Хватит с меня новостей. Я вашей жене рассказала всё о нас. Она с вами развелась и уехала с каким-то мужчиной в Мексику. Подожди, не могла нас ни одна судья развести без моего присутствия. Обычная судья не могла. А судья лучшая школьная подруга. Егор Григорьевич, теперь мы с вами будем всегда вместе. У нас будет свадьба. И на свадьбе у нас будет выступать Лидия Гага, Винник, Монатик и Полякова. Ладно, без Поляковой. Егор Григорьевич, вы куда? В тюрьму. Там безопасней. О, оба-на, оба-на. Я шо, тут не одна? О, этот карантин всех жёстко на обочину жизни скинул. Раньше что было? Доминиканы, Сейшелы, Мальдивы, а теперь? Одесса, Коблева и не только, ещё Затока. А я такое слышала, что если карантин продолжат, то вообще будет капец. Железный порт, Южный, Очаков. Ой, не дай бог, тву-тву-тву, я с Очакова родом. Капец, денег заработали вагон, а тратить негде. А ваш чем занимается? Мой, короче, маски за кордон продавал. Вагонами. Вот вагон денег заработал. Знакомая схема. У нас всё тоже тву-тву-тву. Скажите, а ваша что продаёт? Государственные должности. У него в этом году бум-продажа, ага. Слушайте, это получается, что мы с вами как-то заочно знакомы. Мой муж своему водителю в Кабмине должность купил. Задорого. Давайте знакомиться. Кися. Буся. Где вы остановились? В Хилтоне, конечно. А что, в Одессе есть Хилтон? Нет, мы в Киеве в Хилтоне живём. А в Одессу каждое утро летаем. Просто в Одессе такие цены на жильё капец. Ой, да, сейчас в Одессе капец какая дорогая, капец, просто капец. Да, мой муж сказал, что когда мы на Мальдивах жили два года, намного было дешевле жить, чем в Одессе целую неделю. Ой, как... Добрый день, прекрасно выглядите. Ой, а можно как вчера повторить? Чао, Белла. Ли твои лабора соно коми и куло ди ун бабуинь. А чё он только что сказал? Я не знаю. Но чувствую себя как в Италии. Успокаивает меня. А вы были на Ибицу? Ну, конечно, были. Но потом подумали, что дешевле было бы нанять чартер и полететь на реальную Ибицу, чем в этот клуб сходить. А я вот ночным клубом своей жизнью обязана. Мы с моим познакомились в клубе. Предложение он мне тоже делал в клубе. И ребенка мы тоже зачали в клубе. И это все не выходя из туалета. И че, Рожала тоже в клубе? Конечно, нет. Я что, лохушка? Он мне снял палату в роддоме. В смысле, весь роддом снял? Улицу роддома мне снял? Ага. И сказал кальянщика, повара и диджея, чтобы все было дорого-богато. А мой решил меня не напрягать. Да. И сказал, что лучше суррогатное материнство. И как? Ну, короче, он ее повез до Мальдивы. Там ей сделал ребенка. Она забеременела, родила и там его воспитывает. А ты вообще ребенка-то видела? Конечно. Я же мать. Мне фото присылают. Я вам скажу так, удобно, рекомендую. Ой, мы тоже второго вот так же хотели. Но что-то пока не получается. Мой уже пробовал и с двумя, и с тремя одновременно, но ни в какую. Ну, чтоб наверняка. А вот. Сегодня будет пробовать с мулаткой. Я вот пальчики держу. Ой, ну дай бог, дай бог. Здравствуй, дорогая. Ты не подскажешь, где можно Бентли припарковать? Что-то уставилось ей. Бабушка тоже теперь богатая. Нам пенсию на 70 гривен подняли. Не знаю, куда идти деньжиши девать. Вот, думаю, может, Кирилловку купить. Ладно, пойду в бассейн с шампанским плюхнусь. Хи-хи-хи. О, давай. О, 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 о. Че с тобой? А ты вот это вот сейчас видела? Че? Ну, бабку, которая не могла припарковать Бентли. Слушай, пусть ты, наверное, шляпку-то надень. А то, видимо, солнышком немножко припекло. Ага. Слушайте, а у вас животные есть? Нет, а что? Ой, мне знакомые говорили, что во время карантина выгодно заниматься животными. Типа свиньи, коровы, кролики? Нет, что это, собаки. А, а какой породы? Ой, ну вообще не важно. Прикинь, там эти... Блин, как их? Все время забываю. Ну, намекни хотя бы. Ну, вот эти вот, которые сами себе еду готовят и убирают. Люди, что ли? Точно люди. Так вот, а им же можно только собакой гулять в парке. Боже, какой кошмар. Прикинь, нет собаки, сиди дома, а у них дома даже парка нет. Да и что? Ну, ужас-то какой. Ну, я надеюсь, что скоро изобретут вот эту вот вакцину, и этот кошмар закончится. А я не буду вакцину делать. Я уколов боюсь. А по тебе не скажешь. Девчули, приветики. Я не помешаю. Ой, нет, местов много. Этих, как их все время забываю. Людей? Людей нет. Ну что, давайте знакомиться? Давайте. Кися? Буся. Муся. Скажите, пожалуйста, а вы вот тоже за границу не полетели, да? Я полетела. Я сейчас за границей. Ой, это что? Вы, получается, к нам прилетели откуда? Италия, Германия, Испания. Беларусь. Вау, круть, вы сейчас в тренде. Только вас сейчас по телеку и показывают, ага. Да, да. Ну, а летели хотя бы через Европу? Да. Круть, круть, круть. Через Молдову. Жесть, жесть, жесть. Скажите, а что, получается, Беларусь не в красной зоне? А-а. У нас вообще вируса нет. Прикиньте, с ними трактора борются. И что, получается, во время карантина, что никого не закрыли на самоизоляцию? Нет, закрыли там пару человек. Надолго? Лет на десять. Но там, походу, не из-за вируса. Добрый день. Чего-нибудь желаете? Вино будете? Да. Каберне, Савиньон, Шато Марго, Шато Дейкен, Шато Шевальбан. Ой, такой широкий выбор. Мы в Беларуси к такому не привыкли. Каберне, Савиньон. Вино будете? Да. Красное, белое? Нет, нет, просто вино. Ой, я такое слышала, короче. Что эти, как их вот эти вот? Люди? Люди, да. Вот они весь карантин питались одной гречкой. Боже, я их так понимаю. А, я тоже весь карантин питалась столько икрой. Вот тут она у меня уже. Ой, а у нас, знаете, такое изобилие, такое изобилие. У нас картошка молоденькая, картошка фри, пирожная картошка, картошка аль денте. Ого, нечися, а что такое аль денте? Ну как, выкопал их румкой. Скажите, пожалуйста, а вот ваш на чем поднялся? Ой, мне ничего не говорит, но друзья сказали, что он фокусник. Че, в цирке работает? В цике. Ой, видимо, тогда серьезный человек. Слушайте, скажите, а у вас в Беларуси в списке Форбс, он на каком месте? Ой, не поверите, куча, куча бабок отдали, чтобы нас во вторую сотню опустили. У нас в Беларуси лучше не высовываться. Скажите, Муся из Беларуси, а вы вот в Одессе надолго? Пока не знаю, зависит от каких-то там качелей. В смысле? Ну, Мой говорит, Мусь, посиди пока в Одессе, пока эти качели не закончатся. Ну, откуда я знаю, может, там какой лунопарк строят. Ой, да, они у нас капец какие. Работает, работает, ужас. Крусь, крусь, крусь. Мой купил какой-то специальный паспорт, что за границей теперь можно всегда. Да, я лечу на Сейшелы, а вам пока, люди. Мы всех круто на Бали. Ой, походу мы летим на Бали. А ты чё, остаёшься? Да, мне очень нравится в Одессе. Чё, серьёзно? Да, я считаю, что Одесса это прекрасный курорт. Ну, как хочешь. Кися, меня выпустили в СИЗО, можем лететь отдыхать за границу. Девочки, я тоже лечу за границу. Я не эти, я не люди, я нормальный вип-человек. Женя, 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 Женя. Какого хрена? Я не понимаю. Ты чё меня вытащил из клуба? Блин, такая тучня. Ты меня снял с такой женщины. Там такая, а ё-моё. Егор Григорьевич, мы не можем больше откладывать. Нам нужно снять предвыборный ролик. Так я её снимаю, я же недавно. Пять лет назад. Пять лет назад? Капец. Как один день пролетели. Но ведь это был прибыльный день, да? Не твоё дело. Так, Женя, я сейчас плохо соображаю. Я три дня и не спал. Из-за выборов? Чё? А, да, да, из-за выборов. Никак не мог выбрать. Чё мне курнуть, нюхнуть или донать? Короче. Я вам поэтому кофе принёс. Не, не, меня это не вставляет. Вообще, не, не, Женя. Григорьевич, нам нужно снять маленький ролик. Маленький. Да какой ролик, Женечка? Ну, ё-моё, у меня нет времени. Мне сейчас надо на ковёр губернатору, потом на открытие парковки, потом на закрытие губернатора и на открытие ковра. Егор Григорьевич. Да? Надо. Что надо? Ролик снять для выборов надо. Женя, ну я же не президент, чтобы ролики снимать. Мне надо, чтобы попроще там ленточку подарить и компьютер разрезать. Всё. Наоборот. Чё? А, да, ну наоборот. Компьютер разрезать, ленточку подарить, да? Вы опять перепутали. Конечно, перепутал, Женя. Я три дня не спал, ё-моё. Не волнуйтесь, Егор Григорьевич. Есть сценарий, там несложно. Какой ещё сценарий? Я двух слов связать не могу, ты чё? Там слов нет, там только действия. Какой ещё действия? Я могу только лежать и спать. Всё. Нет, нет, вам нужно выйти в народ. Куда? Ну, к вашим избирателям. Ты заседу и с ума сошёл. Они меня разорвут, как тузик тряп. Я за пять лет, я столько украл. Я ни одной лампочки им не вкрутил. Алё, ты чё? Я это понимаю, поэтому вместо избирателей будут актёры. А они из нашего города? Да нет у нас в городе актёров. Вы же вместо театров парковку сделали. Да. Там несложно, смотрите. Вот. Значит, идея какая? Вы идёте вдоль людей. Видите бабушку, подходите и обнимаете её. Дружески боксируете со спортсменом. Жмёте руку рабочему. Целуете медсестру, поднимаете ребёнка. Запомнили? Да, да, да. Зажимаю медсестру, боксирую ребёнка, поднимаю с спортсменом. А чё, кстати, я его поднимаю? Давай я буду лежать, он меня будет поднимать. Нет, нет, Егор Городич, вы напутали. Там надо бабушку обнять, с боксёром побоксировать, пожать руку рабочему, медсестру поцеловать, ребёнка поднять. Всё просто. Не, не, это очень сложно. Давай что-то попроще там, я не знаю. Да куда уж проще-то? Ну, я не хочу бабку целовать, ты не понимаешь, что ли? Её не нужно целовать, её нужно просто обнять. Хорошо. Тогда у меня вопрос. Какой? А как? Как я их всех узнаю? Как? Кого? Ну, бабку спортсмена, рабочую медсестру, ребёнка. Вы серьёзно сейчас? Конечно, серьёзно. Женя, я мэр, я езжу в тонированном Мерседесе. Откуда я знаю, как эти люди выглядят? Ну, вот, смотрите, мы нарисовали. Бабушка будет старенькая, боксёр в перчатках, мальчик в шортиках, строитель в каске будет, а медсестра в халатике? Медсестра хорошенькая. А что я с ней должен сделать, я напомню, вдуть? Медсестру поцеловать. А бабку вдуть, да? Нет. А кого вдуть-то, спортсмену, что ли я? Не, не, я не буду, у меня принципы, ё-моё. Да никого не надо вдуть. Медсестру обнять, бабку поцеловать, там всё просто. Готовы? Сейчас, зови, я сейчас взбодрюсь, и всё, огонь. Сейчас я... Ой-ёй-ёй. Позовите актёров на площадку, пожалуйста. Так, Егор Григорьевич, вот, пожалуйста. Ё-моё, у нас тут митинг, до свидания. Егор Григорьевич, это не митинг. Это не митинг. Это актёры. Какие ещё актёры? А мы что, кино снимаем? Говорит, выборный ролик. Мы только что с вами сценарий обсуждали. А, а я ещё думаю, где я тебя видел. Егор Григорьевич, соберитесь. Актёры, значит, пока мэр вам не подойдёт, вы с точки не уходите, стоите на точках. Егор Григорьевич, готовы? Нет. Почему? Кто из них кто? Ну, присмотритесь. Вот это бабушка, спортсмен, рабочий, медсестра и ребёнок. Не-не, я не запомню. Можно им бэджики повесить какие-то? Приготовились. Егор Григорьевич, я в вас верю, у вас всё получится. Итак, по сценарию, Егор Григорьевич, идите. Всё, давай. Стоп! Что? А вы куда пошли? Ты сказал, идите, я пошёл, я в клуб. Нет, нет, идите в кадр, по сценарию, к народу. А, всё, понял. Всё? Готовы? Да. Камера-мотор, начали. Стоп! Что вы сделали? Боксировал. Что, боксировать нужно со спортсменом? А бабка, что, не спортсменная? Стоп, ты сдох! Поднимите бабушку. А если я бабку поднимаю, ребёнка я что, целовать должен? Боже мой, оставьте бабушку. Егор Григорьевич, что вам непонятного? Я ж всё объяснил. Я, блин, ну... Что вы запомнить не можете? Да я вообще ничего не могу запомнить. Кому я что даю, кого я беру? Понятно, это ж тебе гневзятки брать под люкой. Мы знакомы? Егор Григорьевич, бабушку, пожалуйста, не пейте. У нас нет дублёра. Не вопрос. Обнять её нужно, помним, да? Нужно обнять. Приготовились. Начали. Стоп! А куда? Бабушка, вы куда уходите? Тонуй его нахрен. Незвечно, что ожидать от этого урода. Так пускай идёт. Без неё лучше будет. Она какая-то стрёмная, рожа красная. Она алкоголичка. Ты, скотина, мне в первом дубле в нос зарядил. Пригласите, пожалуйста, гримера на площадку. Мне бы лучше доктора. Отбой по гримеру. Медсестру на площадку, пожалуйста. Егор Григорьевич, бабушку бить нельзя. Это наш пенсионерский электорат. Бабушку обнять. С боксёром побоксировать. Рабочему пожать руку. Мальчика поднять. Медсестру поцеловать. Всё просто. Что вы делаете? Целую медсестру. Ты же сам сказал, целовай медсестру. Да не эту медсестру, вон ту медсестру. А там ещё? Не-не-не, мне блондинки больше нравятся. Э, Рыжая, иди давай. Сучка, а что буду? Вас режиссёром сбит. Давай-давай, вот туда остановись. Я сейчас тебе приду. Мы вам заплатим гонорар. Становитесь на место. Да, вот там. Прекрасно. Ну что, Егор Григорьевич, ещё разочек давайте, да? Да, да. Всё, давайте ещё разочек. Так. Так, бабку напомни, я что, должен в дуть или ударить? Лучше бей. Так давай. Нет, нет, нет. Обнять. Бабушку нужно обнять. Обнять. Запомнили? Так, а послуй? Это дальше. Всё. Поехали. Всё, понял. Начали. Поехали. Бабуля. Один-один, падла. Бабушка, что вы делаете? А что? Целоваться полез. Я свою честь берегу с молодого. Егор Григорьевич, вы зачем целоваться-то полезли? Ты же сам сказал, обнять, потом поцелуять. Да целовать мне сестру надо, а не бабку. Давайте ещё разочек с бабушкой. Её, давай без неё. Ну, я чувствую, я только её буду полдня проходить. Она реально как босс уровня в компьютерной игре. Ладно, бабушка у меня была, я потом монтажом поправлю. Итак, идём дальше по сценарию, боксируем. Приготовились, начали. Так. Что вы делаете? Два-один, а! Я ни одни выборы не проиграл. Да хватит бабушку бить, не бабушку нужно бить. Со спортсменом это надо делать. Ай, а! Бабушку не трогайте, проходите мимо её. Да, и дальше по сценарию идём. Хорошо, дальше... Всё, идём по сценарию. Отлично. Фух, приготовились. Начали. Ни хрена себе. Поменьше не могли найти, ё-моё. Ладно. Что ты такой здоровый-то, ё-моё? Что вы делаете? Да. Поднимаю мальчика в шортиках, ну ё-моё. А! А я думала, ты его вдуть хочешь. Можно я её... Не-не-не-не, Егор Георгиевич. Ну вы разве не видите, это не мальчик. Вон мальчик в конце стоит. Это уже взрослый дядька. А, я же из этого кабана его не видела. Это не кабан, это спортсмен. Спортсменам нужно боксировать. Всё, сейчас этот махач начнётся по-взрослому, бабка. На, пиджак подержи, сейчас ты у меня получишь. Я был чемпионом колледжа по боксу. Так, стоп, какой махач? Вы с ума сошли? Всё. Вам нужно просто, дружески ударить боксёра в плечо. А, всё? И всё. Просто. Вообще не могу. Камера, мотор, приготовились, начали. На! Ты тупи собаку! Два-два, падла! Ух! Так что сейчас было вообще, я не понял. Ты же сказал только актёры. Понимаете, актёров-боксёров у нас не было. Мэры-боксёры есть, а вот с актёрами хуже. Это настоящий спортсмен. Я к нему не пойду. У меня одна жизнь. Давай заканчивается съёмка, и всё. Как заканчивать? Мы только пол ролика сняли. Половину электората отсняли. Нам нужно закончить. Поймите. Давайте. Было, было, было. Было, было. Поначалу было, да. Проходите дальше. Всё. И к рабочему, да. Ага. А, ты этот. Помним по сценарию, да? Понятно. Итак, начали. Вы зачем на колено стали? Ну, это ж сейчас в мире тренд. Ну, типа, перед чёрными на колено становится. Блэк Лайф с метро, да? Егор Григорьевич, да он не чёрный, он просто грязный. А, так он... А что с ними надо делать? Руку ему пожать надо просто. На. О, больно. Отлично это было. Дальше поцелуем. Блин, они до хрена привилеги этим чёрным. Егор Григорьевич, да не рабочему руку целовать надо. Медсестру надо целовать. А, у нас тройничок. Да какой тройничок, а отпустить его рабочего? Иди отсюда. Тебе ничего не прилетит. Всё, дальше с медсестрой. Приготовились. Начали. Что вы делаете? Жму. Я надеюсь, что хоть после этого на медицину выделят деньги. Нет. Егор Григорьевич, не надо ей ничего жать. Медсестру надо просто поцеловать. Не вопрос. Стоп! Да почему в губы-то? А куда? А-а-а, понял. Начали. Егор Григорьевич, почему туда вы целуете? Ну, я как бы в её лице всю медицину поцеловал. Её надо просто поцеловать в щёку. Так я ж в щёчку. В щёчку. А, всё, всё, я наоборот. Да. Отлично, это было. Переходим к ребёнку. Пошли, я тебе ребёночка заделаю. Пойдём. Куда вы, Егор Григорьевич? Что? Я говорю, к ребёнку идите. Нет. А, вот этот? Да. Всё, не вопрос. Приготовились. На. Нет. Даже не вздумайте. Этого вообще не было в сценарии. А я не помню, что я с ним должен делать. Ну как же, Егор Григорьевич, ребёночка нужно поднять. Начали. вы подняли то опустите мальчика опустить да ты маленький ты своей жизни еще еще не добился а я мэр ты понял я мэр что вы делаете на землю опустите что ж ты такой тупой а ты такой тупой опустись его 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 ребенка нужно посадить на плечи у меня бас нет он этого не сделает ну сари дуга попробую мою берем ребенка на плечи теперь все вместе кричим мы команда готовы начали ты не ори ты так он похоже меня уже обустал 3 2 молодец жену ну бабка сейчас ты у меня получишь ребенка и жить ребенка все вместе теперь кричим мы команда 3 4 пошел нахрен здравствуйте дорогие друзья вы смотрите программу готовим за 100 гривен и я с удовольствием представляю вам гостей нашей студии обыкновенная украинская пенсионерка клавдия михайловна и депутат верховной рады евгений валерьевич здравствуйте здравствуйте жирный а какой жрать любит наверное отъел себе мажоритарку и так мой первый традиционный вопрос любите ли вы готовить и ваше коронное блюдо узнать я очень-очень люблю готовить особенно амаров и мраморное мясо мы с женой прям дома устраиваем такие кулинарные поединки готовим а потом с закрытыми глазами определяем кто что приготовил а мы тоже с дедом подбывает вечером горохового супа наедимся и потом всю ночь играем в угадай мелодию я я однажды миллион алых роз с трех нот угадала все дед хватит хватит я уже угадала не играй а он все равно до конца до игры три куплеты ну что ж давайте начнем и так по условиям нашей программы участники должны были приобрести продукты на сумму не более 100 гривен и и конечно нам не терпится узнать что же они купили начнем с вас клавдия михайловна что купили вы так картошку картошку и и все как все но ты цены на рынке видела 5 кило еще нет сотки но ведь вы могли купить один килограмм и что-нибудь еще могла ну у всех картошка по 25 стоило а мне женщина говорит если все заберете по двадцатке отдам ну как тут устали вот она мне еще горошка на поход дала то есть сегодня будете удивлять нас картошкой пюрешкой да с моими зубами и достатком я только пюрешку и могу себе позволить а украсим мы все праздничным горохом хорошо вот перед вами кастрюля плита ой газовая а не дорого это а мне потом платежку не пришлют за газ ну что вы не волнуйтесь это все за счет передачи богатая у вас передача можно вас пожить а сейчас мы узнаем что купил наш второй участник давайте посмотрим евгений валерьевич сколько продуктов а где это вы все купили на 100 гривен наворовал скотину это все я купил столовые верховные рады да у меня даже чек остался если вы не верите вот да действительно вам даже сдачу дали 40 гривен а как в эту столовую попасть по удостоверению бабушка по пенсионному по депутатскому у нас в верховную раду кого попало не пускают особенно в столовую да понятно почему все пухнете так там полгода прошло и все как юзики только юзик уже пришел юзиком а вы пухнете подскажите пожалуйста куда можно хрен положить на конституцию положил ну так постоянно делаете хочу вас отдельно поблагодарить за то что ваша программа снимается утром а то я не ем после 18 а я тоже не ем после 18 как платежку получаю все есть перестаю евгений валерьевич очень интересно знать почему вы остановили свой выбор именно на этих продуктах но вы знаете мне кажется просто было бы интересным приготовить омаров сливочном соусе с добавлением молодого французского вина а в сочетании со швейцарским сыром это блюдо будет просто шикарным клавдия михайловна вы что-то ищите а где у вас нож подождите мы еще не начали готовить не вне для готовки мне для торжества справедливости затем у нас значит будут брускет из авокадо и карпаччо из свежайшего лосося платья михайловна зачем вам молоточек у вас же нет отбивных пока нет продолжайте ну а украсим мы все это икрой осетра чего бабушка вы что черную икру ни разу не видели мы с ней не виделись 77 лет погрустили и достаточно еще у меня для вас есть значит настоящая испанская колбаска салями сейчас вот только веревочку отрежу и вам нарежу на пробу сейчас с удовольствием хорошая веревочка клавдия михайловна подождите мне нужно сначала закончить евгением валерьевичем дай мне нож если мы быстрее закончу у меня теперь блюда новые я меняю не просто картоха а жаркое получается у меня жаркое по депутатски спасибо говорят депутаты не заботятся пенсионеров надеюсь моя щедрость войдет в эфир конечно все камеры работают слушайте а у вас есть трубочка да конечно вот а зачем вам а продолжайте продолжать продолжайте вы знаете чуть не забыл у меня же для вас есть сюрприз сыр дор блю мясо краба сука и колбаска из дикой оленинки этого оленя я подстрелил сам я этого кабана подстрелить не могу евгений валерьевич наверняка у вас есть какая-нибудь занимательная кулинарная история ну есть да вот буквально недавно я был на мальдивах в смысле по работе а и там представляете шеф-повар на одного ресторана вот в котором пошли самый дорогой ресторан самый дорогой на мальдивах нет самый дорогой в мире и значит шеф-повар приготовил там сайте на обычной сковородочке такие вот тоненькие такие вот прям нежнейшие такие прям сочные колбаски да да вот именно на такой сковородке спасибо бабушка он и приготовил и сегодня я вам их обязательно продемонстрирую евгений валерьевич извините за нескромный вопрос а дорого ли стоит такое удовольствие ну что вы копейки где-то 600 евро за килограмм за штучку ну все сейчас добуду копыта на холодец и сюда иди клавдия михайловна я вижу вам не терпится начать а напомните что вы сегодня готовите яйца уже говорили картошку а буду готовить яйца яичницу яйца кабана а где же вы возьмете кабана а он сам пришел и колбаску и что принес да это вы так шутите ой клавдия михайловна нет может вам стульчик сядьте спасибо внученька бабушка уже свое отсидела евгений еще какой-нибудь историю хочется услышать ну какой бы вам еще рассказать ну вот к примеру буквально недавно я на своей яхте рыбачил в атлантическом океане дайте топор а и представляете там забрасываю удочку ну думаю ну вытяну там маленькую рыбку а когда всю сеть вытащили мне оказался такой огромный дорогущий голубой тунец ну все тунец тебе ну что и голубой ну а вы морепродукты любите? обожаю морепродукты да но только из всех морепродуктов я могу себе позволить только макароны по-флотски ну что ж друзья с участниками мы знакомы все продукты на столе и теперь по правилам нашей программы участники должны поменяться продуктами пожалуйста в смысле поменяться не понял что ты не понял хряк власть меняется все ха 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 сейчас мы тебя раскулачивать будем готовься переходить во фракцию враг народа он быстро на мое место да 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 ха 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 есть все таки бог на телевидении как вы уже поняли суть нашей программы в том что наши герои меняются продуктами для того чтобы усложнить задачу своему сопернику ой а только продуктами а можно он мне жизнь усложнит квартира я не яхтой главдия Михайловна вы просто готовите из продуктов Евгения Баверича а вы Евгений чем заняты а а гуглю что такое картошка что из нее можно приготовить ну что вы из картофеля можно приготовить массу вкусных и питательных блюд картофель мундири картофель фри гратен зразы драники пюре картофель жареный мой любимый картофель вареный молоденький с укропчиком и с маслицем ой простите я просто из белоруссии немножко завелась ну вы знаете у меня даже укропа нет а ты за щекой посмотри может завалялся хомяк скажите а почему картошка вся в земле а это тебе бонус можешь что скрести и продать вы же любите землю продавать начальный капитал твой скажите пожалуйста каким ножом лучше всего чистить картошку вот этим вот лови ну что ж друзья сейчас настал тот момент когда участники могут поменяться между собой и продуктами но только равнозначной стоимости прекрасно я меняю всю картошку хотя бы на лосось хрен тебе а не лосось чё лосось через плечо в смысле в коромыслие а хрен на ты молчишь хрен бери он мне нахрен не нужен так что это воняет здесь такое фу сыр гнилой забирай это с плесенью дорблю ну любишь с плесенью уже и я просто просрочку не очень так что это за макароны странные какие то это папарделли из гороха что ли забирай мы с дедом уже наигрались так ну вот ты придурок а ну 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 придурок столько вкусностей набрал а муки щепоточку взял чего ты бабушка этот пакетик у меня из кармана выпал дайте щас мы кулебяку забодяжим ты ж такой кулебяки нас так раскулебяк ну что теперь основной ингредиент давай яйца кабак нет нет бабушка подождите бабушка а я напоминаю друзья что наша передача снимается в рамках программы сокращение депутатов верховной радио и в нашем следующем эфире мы с нетерпением ждем еще одного депутата и нашу постоянную гостью санитары так сказать нашего леса нашу любимую клавдию михайловну до новых встреч